Приветствую вас. Значит, ситуация заключается в том, что вы на шестом месяце беременности, сейчас, и у нас недавно была свадьба с мужчиной, который сразу после свадьбы, ну или через очень небольшое время, начал пропадать с друзьями и часто выпивать. Соответственно, ситуация, это, ну, вряд ли можно назвать эту ситуацию случайной, да. Не думаю, что мужчина алкоголик потенциальный, ну, он может им стать, но он не алкоголик. Ну, я не знаю, поняли ли вы мою мысль или нет, но суть в том, что беременность ваша, она достаточно большая уже, да, и при недавнем браке, да, то есть вы не поженились сперва, а вы поженились, и вы уже беременны. То есть как бы вы не были беременны до брака, и как бы это не вынудило мужчину на вас жениться, вот. Опять же, я, конечно, не знаю, может, может быть, это и не так, но пока все указывает вот на именно данные моменты, и если это действительно так, то я полагаю, что вам нужно от своего мужчины, конечно же, конечно же, отдаляться вам нужно от своего мужчины, конечно же, сейчас, ну, может быть, не уходить, уходить от него, именно, может быть, и не нужно, вот, но отдаляться точно, и готовиться к тому, что, возможно, вам придется разводиться. Конечно, у меня вызывают вопросы степень вашей осознанности, что есть, вот, как так получилось, что вы вышли замуж за человека, и он почти сразу после брака с вами, да, начал, там, пропадать. То есть ему настолько не нравится с вами, настолько тяжело с вами, что он пропадает с друзьями, то есть избегает вас, да, она уходит, не хочет находиться дома, и так далее, насколько, настолько это его тяготит, вот. Ну, то есть, здесь вот этот момент играет очень важную роль, насколько вы вообще обоюдно принимали решение создавать семью, вот. Для чего вы хотели семью, ну, именно вы? Мужчина, что хотел от семьи? Насколько ваши желания, значит, совпадали, вот. И совпадали ли они вообще, понимаете? Ну, вот, то есть, ну, вот, такие моменты, да, такие вводные данные. А сколько между вами, например, было взаимопонимание до брака? Потому что, ну, мы, ну, не бывает же так сразу, чтобы человек начал пропадать, понимаете? Вот. То есть, именно сразу такой ситуации, как правило, не возникает. Возникает такая ситуация уже, спустя какое-то время, вот. Значит. Значит, дальше, дальше. По поводу того, что вам делать, да? Значит, во-первых, проанализируйте, нет ли у мужчины каких-то проблем. Вот. Подумайте о том, нет ли у него каких-то сложностей. Сейчас. Понимаете? Вот. Может быть, ему нужна помощь в этом отношении. Подумайте обязательно. И придите к какому-нибудь решению относительно этого. Вот. Значит, дальше. Дальше. Значит, вам нужно проявить более жесткую позицию. И не позволять мужчине так с собой обращаться. То есть, я имею в виду, что... Старайтесь говорить ему нет. И поставьте ему четкие условия, если он не изменит своего отношения к вам, то вы примите меры. И будете от него отдаляться все дальше и дальше, вплоть до раздельного проживания. Вот. Ну и обязательно поговорите с ним о наличии или отсутствии у него каких-то проблем. И проанализируйте свое поведение, как вы пришли к данному результату. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. А буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.